Экологические игры стартовали сегодня уже в финал. За победу борются 9 школьных команд. Лидирующие получат видеомониторы. Зеленый, желтый, синий и все за чистый город. Перед началом игры команды познакомились друг с другом. Представили названия, девиз и плакаты на экологическую тему. Креатив приветствовался. Познакомились и разбежались по станциям. На одной нужно блеснуть умом, а на другой физической подготовкой в спортивных состязаниях. И так команда должна бежать несколько пунктов. Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы охраны окружающей среды в городе Владивостоке, которая утверждена муниципальным правовым актом с 2012 года по 2015 год. В этой программе ряд мероприятий у нас. Экологические уроки, акции по уборке макулатуры, конференция. В пятницу будет что, где, когда. В том числе экологические игры и экологический праздник ЭКО-шоу. Готовились, мы ходили на экологические уроки. Ну, где-то в течение двух месяцев мы изучали проблему отходов, как их перерабатывают, то есть, что нужно сделать. Значит, высказывали ребят свои проекты, выдвигали. Ну, вот и вышли в финал, и сегодня принимаем здесь участие. Был мусоробоулинг, книга красная, там еще что-то было, я точно не помню. Ну, такие творческие задания были, были экологические задания, называть животных или изображать их. За прохождение станции начислялись баллы по шкале от 1 до 10 с учетом наименьшего затраченного времени и качества прохождения. Кроме того, плакаты, лозунги и активная поддержка болельщиков тоже влияла на очки. Очень весело, задорно, у нас очень много баллов, надеюсь, что мы победим. И в будущем будут такие игры проводиться очень часто, потому что природу реально надо защищать, иначе уже гроза даже намечается. Экологическая игра длилась несколько часов. Даже налетевший циклон не помешал школьникам дождаться результатов. И в итоге первое место заняла команда 58-й школы, второе досталось 9-й. И третье место завоевали ученики 47-й. Алина Черненко, Василий Косилов, Кирилл Корнилов. Новости на восьмом. Удачи, ребята, пока!